Здарова, народ! С вами Влад, и это, собственно говоря, очень классная новость о Киберпанке, а именно сегодня на Игромире именно показали, как будет выглядеть русская озвучка, дубляж, и, соответственно, есть прям целый презентационный ролик на 26 минут, очень большой. Давайте посмотрим самое вкусное. Наверное, мы промотаем именно вот основной диалог, который тут есть, комьюнити-менеджеров. Я оставлю ссылочку на сам ролик в описании под видео, и посмотрим именно игровой процесс, который наличит вы здесь, потому что здесь прям есть игровой процесс с русским языком. Так что, с вас лайк, а с меня позитивное настроение. Приятного просмотра, мы начинаем. Дякс. Ну, тогда чего? Запускаем Ви? Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не воп... Ну, знаете, хочется сказать, что, в принципе, она неплохая. Правда, хочется сравнить и с английской озвучкой, оригинальной. Но озвучка не вызывает прям такого отторжения. Я понимаю, что, возможно, у кого-то есть предвзятое отношение изначально к русской озвучке. Многие говорят, что она плохая. Но, честно, в том же самом Видимаке мне понравилось. Вопрос. Ну, садись, порасполагайся и приступим. Качество, кстати, 1080, так что игра на релизе будет выглядеть намного лучше. Не стоит забавить, что это запись на записи. Блин, как же я жду этот Киберпанк, а? Вот, честное слово, до него осталось всего ничего. Буквально полтора месяца. Киберпанк близко. Сначала создам твой сенсорный профиль. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Да, ненормальный голос. Сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалываться. Слушай, даже приятно, я рассказал. Окей, теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как бы... Знаете, хочется подметить, что да даже на самом деле приятный голос у девушки по ощущениям. То есть и микрофон, и озвучка, все хорошо. Мне нравится. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты, сейчас увидишь, что дает анализ брейнданса. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Я просто подумал, что это не дальше. Так, так. Что бы тебе тут... А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменений. Погружение через три, два, один. Ну, пока что все нравится. А в плане озвучки... План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. И они нам еще доплатят за высокий адреналин. Я помню, это же была тогда презентация. Окей, давай вперед. Все, я вспомнил этот ролик. Его уже показывали. Вообще, знаете... Во-первых, радует то, что русская озвучка просто... Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Оу! Да еще и с матюками! Годнота! А-а-а! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин. Но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. А теперь перенесемся... Слушайте... Очень годно. Ради интереса я на ютубе раскопал англоязычную версию вот того, что мы сейчас с вами видели. Просто ради интереса давайте сравним, как же звучит голос на английском. После того, как мы услышали это на русском. Это на английском. А вот это то же самое. Секундочку. Прям то же самое на русском. Вот. Прям вот то же самое. Брейн этим психом из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокие... О, давайте подождите. О. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем Брейн этим психом из студии. Ага, понял. Ага. Так. Ну и теперь то же самое, но на английском. Еще раз ради интереса. Да честно сказать, не могу я прям вот такого вот негатива именно в плане голоса. В плане текста ничего сказать не могу, но вот сам голос не вызывает какого-то отторжения наш русский. И я думаю, если мы будем играть на нем, то для нас он станет вполне именно оригинальным. Однако, что лучше, я не знаю. А вот вы как думаете, какой вариант вот вам больше нравится, русский или английский? Потому что, по-моему, русский не звучит прям уж плохо или мерзко, а на мой взгляд он звучит очень даже хорошо. Плюс не стоит забывать, что это очень крупный проект. И хочется вообще сказать CD Projekt спасибо огромное-преогромное за то, что они озвучили его. Это, блин, вот просто большой палец им за это и... Респект и уважуха. Ну что ж, дальше они рассказывают именно, как они планировали сделать то, что они сделали. Я повторю ссылочку на сам ролик, я оставлю в описании под видео, но он идет именно через ВК. На Ютубе они, возможно, его потом выложат. Поэтому, если вы на ВК не зарегали или зайти не можете, то тут уж извините. Но давайте посмотрим, что дальше говорят. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по комплекте Плаза, по местам, которые она засняла на брейнданс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юрино Буарасака. Мы с Ви, это такой... Знаете, кстати, музыкальный фон, именно вот музыкальная подборочка на фоне, чем-то напоминает Матрицу. Вот эти ноты, нотки музыки, которые были, очень сильно напоминают Матрицу. Но хочется подметить, что русская озвучка в любом случае вызывает лишь положительные эмоции, и я еще больше жду Киберпанк. Ссылочка на полный ролик есть в описании под видео, ну а я, пожалуй, не буду затягивать и переливать из пустого в порожнее. С вами был Лат. Надеюсь, вам все понравилось, так же, как и мне. Увидимся с вами, как обычно, каждый день. Это мероприятие все. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok